Жительница Доброго Юлия уже три дня вынуждена покупать питьевую воду. Пользоваться той, что течет из крана, в квартире на Суздальском проспекте девушка не рискует. Говорит, сегодня неприятный запах меньше чувствуется, но даже кипятить такую воду все равно страшно. По сообщениям из соцсетей, бутилированная негазированная вода в последние дни стремительно разбирается в супермаркетах спального района. Попытка набрать воду сразу в двух аппаратах автоматического разлива тоже оказалась неудачной. Нет воды ни в одном, ни в втором аппарате. Что с водой происходит? Ну, какого-то непонятного цвета, мутного, белого, и воняет она жутко. И сегодня пахнет? Ну, сегодня меньше, но пахнет. Готовить на такой воде невозможно. Мыться, я даже боюсь мыться, у меня и так аллергия с этой водой еще хуже. Лаборатория Нерлинского водозабора уже три дня работает в усиленном режиме. Качество уже очищенной воды вместо шести раз в сутки проверяют каждый час. Кроме того, сегодня сотрудники выезжали по 60 адресам и брали пробы в квартирах. Вчера пластиковых бутылок с водой, взятой из квартир на разных улицах Владимира, было еще больше. Нам звонят, мы составляем акт отбора, выезжаем, договариваемся, выезжаем, отбираем воду и привозим в лабораторию. Каковы результаты этой воды? Результаты все удовлетворительные. Речку и РЧВ, резервуар чистой воды, мы отбираем ежечасно. На запах и остаточный хлор. Каждые два часа мы отбираем на цветность, мутность, алюминий, пермогонатную окисляемость, аммиак. Каждые четыре часа дополнительно к этим анализам еще смотрим железо и нитриты. Тем не менее, по предписанию Роспотребнадзора Владимирский водоканал организовал подвоз питьевой воды к учреждениям социальной сферы. В качестве подтверждения того, что водопроводная вода стала лучше, представители МОПа говорят о значительном сокращении количества заявок от школ, больниц и детских садов. Водоканал осуществляет доставку питьевой воды из Судогодского водозабора к детским садам, школам и больницам города Владимира. Вчера это было 36 учреждений. На данное время пока поступило три заявки на завтра. Это три школы. По словам представителей водоканала, сейчас обеззараживание воды на Нерлинской станции проходит в штатном режиме. Воду очищают в несколько этапов. Специальные реагенты добавляют в водовод, который подходит из реки. Дальше воду отстаивают и фильтруют. Чтобы обеспечить, предотвратить, вернее, развитие болезнетворных бактерий непосредственно в самих сетях в городе, мы добавляем еще немного обеззараживающего агента. Усиленные меры уже снижены. То есть мы предпринимали все необходимые мероприятия для того, чтобы предотвратить вот ту ситуацию, которая случилась. Сейчас все работает в штатном режиме. Все необходимую документацию о том, что мы обнаружили отклонение в качестве поступающей воды, мы своевременно передали в необходимые инстанции. Однако выяснить причину загрязнения воды в Нерли и, самое главное, определить вещества, которые были сброшены в реку, надзорным органам до сих пор не удалось. Результаты проб, которые были взяты Росприроднадзором 12 декабря после сообщения от Владимирского водоканала о запахе навоза от воды, уже готовы. И, судя по информации этого ведомства, выяснить, кто же сбросил в реку загрязняющие вещества, будет непросто. Скорее всего, на момент взятия проб грязная вода или уже вся прошла через водозабор или утекла вниз по течению Нерли. Обследования проводились на участке от границы с Ивановской областью до водозабора. Так как был присущ запах навоза, то есть мы пробы обирали на содержание аммонии иона. И по результатам исследований получается, что показатели аммонии иона находятся в пределах предельной допустимой концентрации. То есть получается, что сейчас уже не получится выяснить причину этой ситуации? К сожалению, нет. Так установить, кто именно, не представится возможным. В Роспотребнадзоре тоже назвать причину неприятного запаха еще не могут. Муд пока только констатирует, что вода с Нерлинского водозабора по химическому составу соответствует нормам. На данный момент питьевая вода безопасна. В некоторых случаях еще встречается неприятный запах в некоторых районах. Со временем должно все пройти. Если бы они не обезопасили нас хлором, мы бы могли иметь сейчас вспышку. В лучшем случае кишечную. Пролить свет на эту мутную историю смогут результаты микробиологических проб воды. Их Роспотребнадзор обещает озвучить в понедельник. А еще в ведомстве сообщили, что в таких случаях жители могут требовать от Владимирова Доканала перерасчета за некачественную услугу. Подробную инструкцию можно найти на сайте Роспотребнадзора. Оксана Любимова, Дмитрий Журавлев, 6 канал. Редактор субтитров А.Семкин